МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Горизонтальные связи в Санкт-Петербурге проходят форум регионов России и Беларуси. Новые технологии сельхозотрасли в Цивильском районе прошел День поля. Подготовка к юбилею в Чебоксарах проходит конкурс на лучшее благоустройство. В эти дни в Санкт-Петербурге проходит шестой форум регионов России и Республики Беларусь. В этом году он посвящен теме укрепления межрегиональных связей. Именно они – основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран. В работе форума принимают участие члены Совета Федерации Федерального Собрания России и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, а также руководители субъектов, предприниматели, ученые. Межрегиональные связи – самый быстрый инструмент налаживания сотрудничества. У каждого российского региона свой опыт взаимодействия с дружественной страной. Ключевыми направлениями сотрудничества стали создание общего информационного пространства, налаживание научных и культурных связей, разработка совместных проектов в сфере образования и туризма. Соглашения, подписанные на полях Питерского форума, имеют конкретные адреса и исполнителей. Если говорить о объемах взаимного товарооборота, то большая часть этого взаимного товарооборота, она лежит на регионах, на областях Беларуси, на вашем взаимодействии. Тема нынешнего форума, как вы знаете, посвящена гуманитарному сотрудничеству, созданию единого гуманитарного культурного пространства, это не менее важная составляющая дальнейшего формирования нашего союзного государства. Напомним, что еще в 2017 году подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между правительством Чувашской Республики и правительством Республики Беларусь. Это стало дополнительным стимулом развития реального сектора экономики, культурной среды и взаимовыгодного сотрудничества. Впервые за всю историю состоялось заседание секции, которая была посвящена вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. Тематика нашего обсуждения посвящалась как раз таки тому, что мы намерены укреплять прямые связи между учреждениями культуры, наполнять наше сотрудничество мероприятиями, направленными на представительство, презентацию национальных культур в регионах наших стран, повышению качественного уровня культурных мероприятий. Все это в равной степени касается Чувашской Республики. Поэтому мы рады будем видеть ваши творческие коллективы, ваших творческих деятелей. Осенью этого года состоятся Дни Российской Духовной Культуры. Такое соглашение мы достигли в переговорах с нашими коллегами из Министерства культуры Российской Федерации. Это возможно в рамках Дней Российской Духовной Культуры. Это возможно в рамках отдельного договора, который Министерство культуры Республики Беларусь готово подписать с правительством Чувашской Республики и с вашим профильным министерством. То есть все решаем, будем рады вас видеть. Новая техника и новые технологии. Традиционная выставка «День поля» объединила аграриев из 12 регионов. Сельхоз товаропроизводители делились опытом, налаживали деловые связи. Большинство сейчас такие начали покупать, я смотрю же. Ну, экономия пленки идет очень большая и высокая производительность. То есть ты можешь запрессовать, упаковать 600 тонн сенажа. Современная технология заготовки кормов. Сенаж упаковывается в специальную пленку без добавления консервантов и хранится без существенной потери качества. К такой технике одни только присматриваются, другие уже делятся результатами. Пользуемся уже пятый год, потому что корм заготовленный качественный, сенаж получается и питательный. Все питательный сохраняется. Раньше, если у нас надоели чуть более 3000 литров молока, мы уже около 6 надариваем и денег больше. На эту площадку привезли самые ходовые машины, приспособленные под наш климат. Здесь есть и российские, и зарубежные модели. Многие из них работают на полях Чувашии. В Батревском районе уже многие фермеры на этой технике сидят. В Яльческом, Маргаушском и в других районах тоже республики Чувашия. Самая ходовая модель. Очень популярна исходя из своей доступности. Она по российским программам по всем проходит, субсидируется. Господдержка позволяет аграриям компенсировать расходы на покупку техники. В прошлом году и в этом году мы возмещаем 15% всех затрат на эту технику. Есть много новых форм животноводства для начинающих, семейных ферм, для кооперативов. И в следующем году такая появится очень глобальная программа. Мы должны быть готовы принять эту программу. Мы должны готовить проекту программы устойчивого развития сельских территорий, по которой можно в принципе построить в сельской местности абсолютно все. Подробно об этом говорили на совещании с главами районов и руководителями фермерских хозяйств. Меры господдержки должны помочь повысить производительность труда в полтора раза. По расчетам Минсельхоза это позволит достичь целей, поставленных президентом России. Курс на экспорт. Если сейчас его объем 23,5 миллионов долларов, то к 2024 году он должен увеличиться вдвое. То есть мы должны работать целенаправленно на рынке мировое уже. Мы знаем, что по пшенице, по растительному маслу, сахару мы уже отвечаем полностью это все стандартам. И вот по продукции животновоза мы начали уже в этом плане работать, они уже есть первые. То есть сама сумма дохода, полученная от экспорта аграрного сектора, она уже намного больше, чем 4-5 лет назад. Впрочем, День поля – это и праздник, где на сцену выходят ретро-тракторы, а во время торжественной части награждают лучших сельхозтоваропроизводителей. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Павел Иритков, Республика. Первые шаги сделаны. В Чувашской Республике реализуется национальный проект «Экология». Чтобы сохранить леса, закуплена специализированная лесопатрульная и лесохозяйственная техника. Всего в Чувашии реализуются шесть региональных проектов. Главная задача – улучшить состояние окружающей среды. В Чуваксарское лесничество уже поступили два плуга, предназначенные для подготовки почвы под посадку лесных культур на особо сложной местности. Новая лесопосадочная машина механизирует сам процесс посева саженцев, хвойных и лиственных пород. 17 малых лесопатрульных машин помогут оперативно обнаружить и потушить лесные пожары. Все это поможет сохранить экологический баланс. К теме экологии мы еще вернемся, а пока к другим новостям. В защиту прав граждан сегодня состоялся прием жителей республики. Консультации давали сразу несколько ведомств. Следственный комитет, прокуратуру, МВД и Институту полновочного по правам человека. 14 долевиков судятся с компанией, которая, по их словам, отказывается предоставлять ключи от купленных квартир. Причина – подрядчик не рассчитался заказчикам. Некоторые покупали непосредственно у фирмы ТРИАС, некоторые покупали через, по договору долевого участия, по уступке прав требования. Когда суд еще идет, полномочий вмешиваться в дело нет ни у прокуратуры, ни у полиции. Однако сейчас материалы от долевиков рассматривают отдельно. Есть вариант объединить их вместе и отстаивать свои права в суде не по одиночке. Еще одна история – в другом деле суд уже вынес свое решение. Они строили дом без договора. Часть оплаты от заказчицы пришла, а остальное она якобы отказывается выплачивать. Якобы, потому что нет подписанных обеими сторонами документов. Вывод надо сделать теперь и бригадирам с бригадой, и строителю, ученившему это все, и юристу разъяснять надо. А то вот так вот говорить до Верховного суда России можно. Право ваше есть, но начинается все с договора. То есть опять путем договорных ваших отношений каким-то образом уладят между собой. Обращались жители по разным вопросам – земельному, уголовному, жилищно-коммунальному. Такие приемы ведомства проводят регулярно. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. В развитии темы экологии тревогу уже несколько месяцев бьют жители села Тойси, что в Цивильском районе. Еще в мае они заметили, что на федеральной трассе разлита жидкость непонятного происхождения. А рядом пруд, в который могут попасть стоки. Вместе со специалистами профильных ведомств на место отправилась наша съемочная группа. Вот эта рыжая жидкость появилась на трассе М7 около села Тойси еще в мае. Рядом с ней проходит сливная труба. Именно по ней непонятный водный состав может попасть в пруд. Этого и боятся жители села. Обнаружена лужа с неизвестной жидкостью, размерами 20 на 3 метра, грязно-розового цвета, с характерным запахом. Была направлена комиссия на обследование данных фактов. Специалисты подтвердили состав ИЛИАК, а в последующем были предупреждены, информированы все соответствующие органы. Прошло уже два месяца, но по факту ничего не изменилось. Чтобы вода не попала в пруд, место засыпали землей и глиной. К решению проблемы подключились Минприроды Республики и Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. После экспертизы выяснилась разлитая жидкость гербициды второй группы опасности. Эта жидкость, ядовитая жидкость, будет сейчас перемещена на производственный технический комплекс НПК, НПО «Экология». Затем по договору будет отправляться со специализированной организацией по договору на захоронение опасных отходов. Два предприятия, либо в Томск, либо в Самару. Сейчас жидкость откачивают, завтра возьмутся за грунт. Он тоже пропитался ядовитыми веществами. Планируется извлечь около 50 кубов. После этого уже дорожники, обслуживающие организации, должны всю территорию подсыпать нормальным чистым грунтом, чтобы действительно не вызывало опасения прежде всего природе и жителям села Тойси. Специалисты обещают решить проблему в ближайшее время. Юлия Важенина, Надежда Яковлева, Валерий Резюков, Республика. С разницей в несколько дней дважды обворовали овощной киоск в Новоюжном районе Чебоксар. Фруктовых воришек задержали благодаря камерам системы «Безопасный город». Полиция выясняет обстоятельства кражи. Продолжит моя коллега Ольга Павлова. Потом мы пошли гулять, долго жить до трактор-стрынки. Прогулку подростковой компании затянулось до глубокой ночи. От проспекта трактора строителей ребята дошли до улицы Кадыкова, где их внимание привлек к киоспу продажи фруктов и овощей. Замок они взломали монтировкой. Одним визитом за вкусностями дело не ограничилось. Первый раз они проникли 1 июля, а во второй раз уже 5 июля. После того, как они первый раз проникли, предприниматели заново починили замок и так же работали. Через несколько дней дверь снова была взломана аналогичным способом. Причем результатами трудов компании позже воспользовался еще один человек. Вот 5 июля уже они где-то в 2 часа ночи проникали. Около 5 часов утра женщина без определенного места жительства проходила мимо, решила зайти, набрала несколько пакетов продуктов питания, вышла с данного киоска, начала раздавать бомжам. Благотворительную акцию мешали сотрудники патрульно-постовой службы, задержавшие ранее судимую путешественницу по жизни. В отношении нее также возбуждено уголовное дело за кражу. Но оперативники убедились, что задержанная им не солгала. Киоск был скрыт раньше. Группой молодых людей и девушкой 14-16 лет. Лица, совершившие преступление, были установлены благодаря системе «Безопасный город». По видеокамерам «Безопасный город» были получены их хорошие изображения. И уже в последующем при проведении оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками уголовного розыска они были установлены и задержаны, доставлены для разбирательства в отдел полиции. Небольшая часть похищенного была изъята в ходе обыска в домах подозреваемых. По факту двухкрахшеских киосков группы лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Раньше четверо юношей и девушка, учащиеся школой техникума, не попадали в поле зрения полиции. Но в семьях, где воспитываются несовершеннолетние, явно не все благополучно. Раз дети бродят по ночам там, где им вздумается. Соответствующую информацию стражи порядка направят в комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь любители ночных прогулок будут взяты на особый учет. В Чебоксарах проходит конкурс на лучшее озеленение и благоустройство территорий. Тема юбилей столицы. На работу участников посмотрела наша съемочная группа. Небольшой деревянный мост, канал и, конечно же, фонтан. И все это не в северной столице, а в одном из чебоксарских дворов. Арт-пространство появилось пять лет назад. Все началось с этой скульптуры дворника. Так управляющая компания решила отдать дань уважения профессии. После построили деревянный мостик, поставили памятник слесарю. Среди здесь домов одни коровки раньше было. Что-то должно было появиться. Возвышенное. Вот они появились. Что-то новое появляется каждый год. Вот этот башмачок с цветами – последнее творение. Все фигуры сотрудники управляющей компании делают сами. Ко дню города планируют смастерить еще композицию с Геной и Чебурашкой. Нисколько не думаю про победу. Самое главное, что она есть. Все. Остальное делали. Ни скобки не волнует. Не остались в стороне и городские предприятия. Клумбы, цветники, баннеры и стенды с исторической справкой. Все выполнено в едином стиле, утвержденном администрацией Чебоксар. В районе более 50 предприятий уже эти стенды изготовили, установили на территориях или в военных шеф-организациях. Следующие – это входные группы. Сейчас работают персонально каждым предприятиям. Горожане уже оценили изменения. Совсем недавно мы увидели вот эти цветочные композиции. Такие красивые. Вот эти маленькие цветочки лебели. Вот эти бархатцы такие, туи прекрасные. Очень душистые петуни. Очень украсил вот этот уголок нашего района. Это одно действительно из любимейших мест наших жителей. Город преображается на глазах. И в магазины преображаются. Площади, дома, улицы. Это здорово. Здесь очень красиво. Даже напоминает европейский город. Победителей конкурса определяют в семи номинациях. Сделать выбор можно будет на портале «Открытый город». Итоги подведут до 10 августа. В Чебоксарах продолжается набор волонтеров для организации мероприятий, посвященных 550-летию. Как стать добровольцем и быть в самом центре праздника, смотрите далее. Кто волонтер? Я волонтер! Открытая ладонь – символ волонтеров во всем мире. Эти ребята готовы дать пять гостям праздничных мероприятий. И ждут свои ряды новых помощников. Получить паспорт волонтера можно, как и обычный, с 14 лет. Вариант первый – прийти на собеседование в волонтерский центр в Дом детского творчества. Вариант второй – оформить онлайн-заявку. А как у вас английский язык? Ну, я считаю, что он мажором выше среднего. В прошлом году сдавал экзамен и сдал на пятницу. Собеседование проводят опытные волонтеры. Их называют «тимлидерами». На данный момент количество желающих поработать в праздничную неделю – 400 человек. Было бы очень символично добрать еще 150 помощников. Новички проходят обучение и практически сразу погружаются в практику. И уже сейчас молодежь и волонтеры, они вовлечены в мероприятия. Мы встречаемся с ветеранами, помогая им. То есть продолжаем аксусу «Чистые окна». Проводим субботники, участвуем в городских мероприятиях. Главное – это, наверное, желание. Желание стать частью, частью этих всех событий. Поэтому берем мы почти всех. Главное – это огонь в глазах и желание быть в команде. Я пришла в волонтерство, потому что я захотела стать частью истории нашего города, прикоснуться к масштабным мероприятиям, посвященным 550-летию нашего города Чебоксара. А также меня привлекает здесь личностный рост, новые знакомства и возможности посещения. Быть волонтером – это значит быть ответственным, общительным. А еще стрессоустойчивым. Все это пригодится, чтобы проводить экскурсии, выкладывать информацию о празднике в социальной сети, участвовать в праздничных представлениях. Мария Шоклева, Борис Андреев, Республика. На следующей неделе на улице города можно будет увидеть ретро-троллейбус. Точно такой ходил по Республике 55 лет назад. Пробный выезд на своей странице в Инстаграме анонсировал глава мэрии Алексей Ладоков. Первые троллейбусы в Чебоксарах появились в 1964 году. Они ходили по маршруту железнодорожный вокзал Красная площадь. Планируется, что отреставрированная машина в тестовом режиме выйдет на этот же маршрут на следующей неделе. Готов к обкатке наш самый первый городской троллейбус, которому в юбилейный для Чебоксар год исполнилось 55 лет. Если проблем не возникнет, то в день города ретро-троллейбус будет катать с горожан. Чтобы полностью окунуться в атмосферу тех лет, водители будут одеты в советскую униформу, сообщается на странице Алексея Ладокова. Чувашский академический драматический театр закрыл 101-й сезон. Под занавес зрители увидели спектакль «Проклятое племя». В этом спектакле история чувашского народа, рассказанная через человеческие судьбы. Премьера состоялась в мае. Полный аншлаг был и в другие дни. Так что вполне понятно, что при закрытии сезона выбор пал именно на него. Расставание со зрителем всегда наполнено грустью. Но перерыв нам необходим, отметил художественный руководитель Валерий Яковлев. Первая премьера осени – постановка по Чехову «Чайка». Последние сто лет этот классик мировой литературы не звучал на сцене Чувашского театра. Я страшусь драматургии Чехова. Чувствую постоянно свою неготовность. Да и сегодня тоже я считаю, что недостаточно готов для того, чтобы поставить Чехова на сцене. Настолько он хрупок, настолько он изящен и вместе с тем очень глубок. И своеобразная драматургия. Весь мир ставит его. Но вот все-таки решились. Осенью будет премьера. Будет называться не «Чайка», а «Пять пудов любви». Кроме этой долгожданной премьеры планируют поставить пьесу Николая Терентьева «Что такое счастье». Будет и детский спектакль, как Данила счастье искал. Актер Николай Сергеев на сцене Академического театра почти 36 лет. Но каждый раз с нетерпением ждет новых ролей. В молодом возрасте мне больше давали роли героев. Допустим, Файдар, Сен-Диер, Соломбий, Алмазов с возрастом. Такие роли были более солидные. Теперь уже начали давать совсем возрастные роли. Еще одна постановка «Раб дьявола» Якова Ухсаева в этом году получила грант главы республики. Она тоже появится в новом сезоне. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин